КОНЕЦ КОНЕЦ Бизнес-задачи, которые стоят перед искусственным интеллектом, мы должны непосредственно тестировать. Хотя бы, ладно, не тестировать, но принимать непосредственную роль, допустим, определять риски и приходить к бизнесу и говорить о том, что что-то не так идет. Это должны в любом случае делать мы с вами. Я работаю в PSB с 2018 года и работаю QAM на проекте Chatbot, который непосредственно связан с LLM, непосредственно связан с тестированием, как недавно мы сделали интеграцию с Яндекс.GPT. Позже могу поделиться с вами экспертизой в области того, как мы это тестировали и как мы это применяли. Поговорим о том, что за область такая объяснимый искусственный интеллект. Если мы с вами понимаем, что искусственный интеллект как таковой, а точнее его модели, на которых он построен, по большей части это черный ящик. Тем более, если вы эту разработку заказали, если вам ее предоставил вендор, вам очень сложно интерпретировать и объяснить те результаты и решения, которые вам выдает та или иная модель. Хорошо, если эта разработка была сделана внутри. У вас есть штат разработчиков, у вас есть штат дата-сайентистов, у вас есть штат тех или иных специалистов в области искусственного интеллекта, к которым вы придете, зададите вопросы и получите непосредственный ответ. По какой причине модель приняла то или иное решение. Но это объяснение, которое вы получаете, оно внутреннее, оно внутри организации. Область объяснимого искусственного интеллекта признана пользователям облегчить жизнь и повысить доверие к системам в области искусственного интеллекта. Итак, вот несколько примеров отклонения от кредитной заявки. Вот как часто мы с вами сталкиваемся с тем, что мы подаем кредитную заявку, что мы подаем ипотечную заявку и нам ее отклоняют без указания причины. То есть явно у них есть какая-то система принятия решений, какие-то все-таки модели машинного обучения эту заявку по определенным параметрам обрабатывают, выдают скоринговый балл и на основе этого скорингового балла, соответственно, заявка отклоняется. И вы как пользователь, конечно, не понимаете, а каким образом она и по какой причине была отклонена, когда вы не видите явных признаков. Этих признаков не видит и оператор, грубо говоря, колл-центр, когда вы звоните и спрашиваете, мою заявку отклонили, по какой причине? И вам отвечают, мы ничего не знаем, это у нас такая система, это так работает, отклонили, подайте через 45 дней. Ну, конечно, это замечательно. Замечательно, просто клиент уйдет к другому банку, где с теми же данными, с большой долей вероятности, эта заявка будет одобрена. То есть вы не пришли обратно к клиенту и не дали ему совета по улучшению финансового состояния определенных параметров. По сути, это вот как раз таки объяснимость и интерпретируемость вот этих моделей важна в данном случае конечному пользователю. Например, диагностика заболевания на ранних этапах. Вот вы обучили модель на обезличенных, подчеркну, мы вернемся к этому пункту чуть позже, на обезличенных данных пользователей, пациентов и врач, вбивая параметры вашей карты или, допустим, проводя определенный скоринг, у вас есть диагноз. Либо у вас есть диабет, либо диабета нет. По какой причине у вас диабет, вы также не понимаете, и по какой причине его нет, также не понимаете. Врач не может вас проконсультировать в этом вопросе. Так спроектирована модель. Правильно ли это? Безусловно, неправильно. То есть система должна быть ясной как и для оператора этой системы, так и, соответственно, для пациента в том числе. Решение в рамках автономности. Здесь пример на самом деле из области автоматического пилотирования автомобилей. То есть автомобиль при выпуске того или иного программного обеспечения должен интерпретировать и дать четкие объяснения, по какой причине он объезжает то или иное препятствие. То есть был такой пример, когда на автомобиле Тесла заезжали на кладбище, и он определял фотографии людей как живых людей. То есть это, по сути, неправильная интерпретация того, что видит компьютерное зрение. Это может привести к ДТП в том числе. Не факт, что вы поедете по трассе, и у вас там будут вдоль стоять одни памятники вам навстречу, и автомобиль резко остановится. Но тем не менее. То есть такие ошибки имеют место быть. Говоря о пользователях, то есть это специалисты по анализу данных. Это первоначальная входная фаза, где объяснимость в виде графиков, в виде мер, в виде тех или иных весов и параметров части, допустим, LLM-моделей предоставляет объяснимость именно дата-сайентистам. Руководители и менеджеры. Руководители и менеджеры — это люди, которые технический язык не особо понимают, а хотят видеть исключительно цифры и хотят видеть исключительно данные, которые можно максимально понять. То есть в рисковых областях, таких как FinTech, таких как MedTech, вы придете с графиком линейной регрессии, с распределением данных по точкам, скажете, ну вот так у нас это работает. Нет, коллеги, так, к сожалению, не работает. Для этого есть определенные фреймворки, о которых мы поговорим чуть позднее. И это также и аудиторы, которые приходят к вам, допустим, тот же Банк России. Вы вводите какое-то ПО, которое основано на использовании персональных данных клиентов в банковской области. Аудиторам будет очень интересно посмотреть, насколько соблюдаются законы соблюдения персональных данных, как они обрабатываются, как они используются, и в первую очередь, насколько это безопасно. И опять-таки область объяснимого искусственного интеллекта здесь нам непосредственно должна помочь. Кредитные инспекторы, ну и служба поддержки соответственно. Вопрос. А нам она зачем? Зачем нам область объяснимого искусственного интеллекта? Я вначале говорил, что сама модель искусственного интеллекта – это черный ящик. Мы можем до посинения подавать те или иные промты, те или иные входящие параметры в модель искусственного интеллекта и ждать изменений, просто не зная, как она внутри обрабатывается. Хорошо, если вы это написали сами. Вы будете примерно понимать, на каких данных вы ее обучили и где у вас происходят выбросы или искажения, и можете это доступно проверить. Но если вы использовали модель, которая предобучена, и вы не знаете, что у нее под капотом, и начинаете просто загонять множество параметров и получать постоянно разные ответы, не зная, на какие признаки вам посмотреть, на какие признаки ориентироваться, да, эффект будет достигнут. Но эффект будет достигнут не через день, как условно хочет бизнес, а будет через год. И вы благополучно с этим проектом опоздаете, потому что рынок динамичен. И только плюс, в этом только плюс понимание того, как это работает, особенно если этот посыл идет из области обеспечения качества, а он не может из другой точки пойти, у задачи у дата-сайентистов максимально адаптировать эту модель, что ведет к ошибкам, максимально оперативно быстро применить те или иные математические модели для обработки данных. У объяснимого искусственного интеллекта есть цели. Это не все цели, там чуть их больше, но это наиболее важные. Цель увеличения доверия к системам в области искусственного интеллекта. Мы говорили с вами в начале о том, что вашу кредитную заявку отклонили. Пример на самом деле максимально простой, но он безболезненный, условно говоря. Там нет риска здоровью, нет риска более репутационного и так далее. Но тем не менее, пользователь должен доверять системам с использованием искусственного интеллекта. Доверие строится через понимание. Непонимание того, что под капотом и каким образом система обработала ваш запрос и по каким признакам, но доверия, к сожалению, не будет. И вопрос надежности этой системы. Насколько правильно выстроена та или иная модель? Насколько правильно подобраны те или иные данные? К вопросам справедливости, соответственно, также стоит подходить уже на начальном этапе планирования продукта в области искусственного интеллекта. Как обеспечение качества мы имеем полное право. То есть мы не должны в этом вопросе стесняться и говорить, у нас нет компетенции. Нет, мы прекрасно можем посмотреть выборку данных и сказать, коллеги, а почему вы для вопросов в области, извините, женской консультации подобрали 90% данных лиц мужского пола? Ну то есть о какой точности модели может идти речь? О каких данных может идти речь? Да, дата-сайентисты, они такие же разработчики. Они получили данные, получили задачу. Данные сказали, им сказали, ребят, ну вот только такие данные. Хорошо будем работать с такими данными, потому что данные – это самое дорогое в проекте в области искусственного интеллекта. 45% эффективности и 45% усилий, которые задаются на начальном этапе таких проектов – это данные, это подбор этих данных, это работа с выбросами данных. Допустим, вот вы прогнозируете стоимость жилья в районе где-то под Тольятти, условно говоря. И тут в Тольятти дом покупает Макс Цукерберг. Так, будет, соответственно, выброс, у вас параметр по этим данным будет слишком высок, это неправильно. Вы должны сказать, коллеги, вот у нас тут по-среднему 10 тысяч рублей за квадратный метр, а тут миллион. Будет ли валидна эта информация? Соответственно, нет, такие данные необходимо убирать, это выбросы, их не должно быть. То есть это единичный случай, который вам не дает эффективного среднего по больнице. Вопрос идентичности, я бы даже назвал, что это вопрос аутентичности. Сейчас искусственный интеллект старается индивидуализировать работу с пользователем. То есть те данные, которые вы ему отправляете, так или иначе в определенный момент становятся персональными. Персональные данные, это, соответственно, комбинация вашего фамилия, имя, отчество и так далее, так далее. Мы по законодательству можем пройтись и очень много таких интересных моментов найти. И вопрос, куда эти данные уходят? Хорошо они уходят в облако. Другой вопрос. На этих данных обучается модель? Насколько хорошо маскирует компания эти данные? То есть этими вопросами целей и объяснимости должны задаваться уже на этапе планирования продукта. И здесь тестирование. Я даже, наверное, немного групп в этом термине. Качество. Вопросы качества должны непосредственно соблюдаться именно нами. Мы должны поднимать эти вопросы. Я не говорю, что мы должны писать модели искусственного интеллекта. Но как минимум поднять вопрос качества и не говорить, что это вендор. Как у вендора есть, мы по IP подключились. Ну, вроде что-то дает. Ну, вот мы промт написали и ладно. То есть это тот момент, когда мы в эту отрасль, которая только-только начинается. Она начинается именно, ну, отечественная отрасль, я имею в виду. Мы должны принять непосредственное участие. Потому что, ну, либо с нами, как говорится, либо без нас. Ну, лучше, конечно, с нами. Если говорить о типах объяснимости, о том, как мы можем понять ту или иную модель, есть несколько параметров. Это текстовые объяснения. Ну, то есть это текстовая интерпретация, которая прекрасно объясняет, по каким признакам на то или иное решение было принято. Это также визуальные объяснения. Ну, это графики и прочее. Есть вот три объяснения. Это сублокальная интерпретация. То есть у вас есть определенный массив точек данных. И вы берете именно из нескольких массивов вот эти точки. Это получается сублокальная интерпретация. Локальная же интерпретация – это когда вы объясняете конкретную точку данных. И есть глобальная интерпретация. Соответственно, это объяснение всей модели в целом. Весьма ресурсоемко, но тем не менее. То есть вы либо понимаете, как работает определенный ответ у модели, но не знаете, как работает модель, либо вы понимаете в целом, как работает сама модель с определенными признаками. Вот типичная ошибка. Надеюсь, это просто пример. Забавный пример из интернета. То есть товар был распознан, положили в ферри. Он распознан условно как ананас. То есть здесь явно нейронная сеть определила эти признаки так, что это ананас. То есть если, опять-таки, к интерпретируемся, по какой причине? Скорее всего, форма более-менее напоминает ананас. Там есть крышечка, там есть преимущество зеленого, и в принципе это похоже. Конечно, далеко похоже, но тем не менее. И здесь важно применять следующие фреймворки в области объяснимого искусственного интеллекта. Фреймворк ШАП интерпретирует модель в целом. Он доступен на Питоне. Основан на теории игр. То есть он объясняет модель в целом. Когда вы дообучили, натренировали свою модель, часть данных также отдали во фреймворк ШАП. Он разделяет модель на признаки, которые у вас есть, и убирает поочередно каждый из признаков, выделяя тем самым наиболее большие корреляции и наиболее большее волнение в зависимости, в результате, и в тех результатах, которые вы в конечном счете получаете. Фреймворк, точнее, визуальная интерпретация ШАПа выглядит примерно так. Соответственно, вы видите зависимости, что в данном параметре такой признак, как алкоголь, он наиболее зависим, но от всех остальных и наиболее больше имеет вес. Далее фреймворк Lime. Он неплохо работает с LLM. Он локально объясняет, интерпретирует те данные, которые вы получили. И неплохо также работает, в принципе, с изображениями, с компьютерным зрением и маскирует, накладывает маску и определяет те признаки, по которым была определена то или иное изображение. Я чуть дальше немного покажу. У нас будет небольшой такой эксперимент. Мы с вами попробуем ряд изображений закинуть и получить определенную интерпретацию. Но у Lime есть небольшой нюанс. Он каждый новый запрос интерпретирует по маскам немножко иначе, чем предыдущий. Это связано с локальной экстраполяцией и с тем, что он берет каждый раз значение, если он также недообучен. В моем примере модель будет недообучена и она, соответственно, будет выдавать немножко рандомные такие маски. Но в целом зависимость от общих признаков будет иметь место. Также есть L5. Тоже объясняет. Ну, тут на выбор. Дальше уже вот есть две основные. Shop Lime. Дальше уже можете, скажем так, выбрать. Ну, не то, что выбрать, а прийти к коллегам, сказать, коллеги, а что у нас с объяснимостью? Нам надо обеспечить тестирование. Нам надо тестируемость обеспечить. Мы не можем выдавать постоянно результаты черного ящика. В принципе, можете прийти к коллегам, сказать, вот есть Lime, есть Shop, есть L5. Давайте применим их в работе и попробуем, что у нас получится. В принципе, на личном опыте скажу, что ни разу я не встречал того, чтобы коллеги говорили нет. Это по большей части, наоборот, встречается с энтузиазмом. И учитывая тенденцию рынка, приходится проводить ряд встреч с вендорами. И когда мы задаем им этот вопрос, а что с тестируемостью и что с объяснимостью? Коллеги весьма понимающие относятся к этому вопросу и берут в работу и в R&D в том числе. Также Skater тоже библиотека Python. И она наиболее, кстати, подходит для ансамблевых решений. То есть это когда несколько моделей машинного обучения у вас в системе находятся. То есть если вы применяли в одном случае дерево решений, то в другом случае вы применяете на выходе из этой модели с деревом решений, применяете линейную регрессию через градиентный бустинг, то есть передавая в следующие слоя, то здесь она как раз наиболее подходит для работы с несколькими моделями. Говоря об этике и о необходимости объяснимости этой этики в области искусственного интеллекта, мы можем с вами говорить об объемах сбора данных, о манипулируемости и честности. То есть данные, как я говорил, это наиболее важнейшая часть в вашей модели искусственного интеллекта. То есть вы должны за счет объяснимости исключить манипулирование данными, то есть исключить до обогащения, которое не было, скажем так, релевантным. То есть не должны дата-сайентисты просто так взять и заполнить какими-то рандомными данными из головы с рандомными числами. Это приведет к абсолютному провалу проекта, к неточности данных и, соответственно, множественным и ложным срабатыванием. Соответственно, объяснимость необходима и для, с учетом объема данных и разнообразных способов данных, которые стекаются, допустим, в вашу какую-то единую витрину данных, да, это интернет вещей, это данные с ТВ-приставок и прочее, прочее, прочее. То есть тут консистентность данных и параметры этих данных, они абсолютно разные. А учитывая, что эти данные разные, их, соответственно, надо приводить к единому виду и закинуть просто так вот этот весь скоп и получить какой-то релевантный результат, ну, в данном случае будет просто невозможно. Да, вы можете применить там модель самообучения, и она просто без учителя там примерно, примерно может собрать какое-то К близких значений и на основе этого К близких значений и там дообучить модели и эти признаки расставить самостоятельно. Но это будет неправильно. Так можно, но это не всегда выгодно, и вы просто потратите ресурс. Говоря о предвзятости в области искусственного интеллекта и о том, как эту предвзятость все-таки можно уменьшить, как эту предвзятость можно снизить, это также говорит область объяснимого искусственного интеллекта. Понимание того, как это работает, может снизить предвзятость данных в первую очередь. Предвзятые данные – это данные, которые, соответственно, имеют неправильную разметку, данные, которые имеют неправильную размерность. Вы посмотрели, допустим, на определенную зону, откуда вы взяли данные, но не увидели там каких-то либо корреляций, не заметили, они там были. То есть эта область объяснимого искусственного интеллекта покажет эту ошибку. Потому что те срабатывания, которые будут, они будут неверными. И если у вас вариаций слишком много, это не модель классификации, где вы выдаете либо единицу, либо ноль, а это много вариативные модели с вероятностями определенными, то тогда да. Предвзятость интерпретаций, да, она также имеет место быть, она также решается за счет объяснимого искусственного интеллекта. и интерпретируя те или иные области, вы можете неправильно их определить, как раз таки не решив те проблемы, которые связаны с предвзятостью данных и предвзятостью при обучении. Так, давайте я сейчас переключусь на трансляцию с ноутбука. На самом деле такой небольшой простой проект. Ну, как простой, несколько чашек кофе, я чуть не сошел с ума, но так нормально. Давайте выберем файл. Здесь на данный момент под капотом стоит ResNet 50. это нейронка, которая, соответственно, работает с изображениями и классифицирует их. А там стоит лайм, который как раз я показывал на слайде, накладывает маски и объясняет области, по которым было принято решение. Так, вот, допустим, у нас... Давайте выберем собачку. Выбрали собачку. Сейчас, одну секунду. Он прогоняет несколько раз. Код выглядит примерно вот так. Соответственно... Ага. Вот, то есть у нас это порода собаки Шипкери. Шиперке, даже вот так. То есть он уже определил, что это собака, потому что там по самому низкому признаку это померанский шпиц. Но, тем не менее, то есть эффективность в таких элементарных классификациях у данной модели высокая. Мы с вами видим, что немного выделена область газона, потому что у собаки, скорее всего, во рту зеленая кость, поэтому нейронка по целому считала это за единый образ собаки. Но, тем не менее, по основным базовым признакам это было определено как собака, то есть это мордочка, уши, хвост. И если мы с вами загрузим изображение, в котором эти области будут исключены, мы, соответственно, получим с вами, что это даже не собачка. Это что-то. Так, давайте. Вот у меня здесь уже предзаготовленное. Ну, даже, да, вот скотч-терьер с вероятностью 24%, то есть он взял вот эти признаки, добавил вот эти и определил это даже с вероятностью 24%, что это скотч-терьер. Но, тем не менее, признак, что это собака, стал меньше. То есть если это была точно определенная порода, сейчас это уже далеко не тот признак, по которому она была определена. Модель, которая здесь хорошо так же классифицирует изображение белых акул. Загрузим больших белых акул. Загрузим изображение. Я, наверное, это последнее изображение, которое я загружу. Дальше я вам просто покажу заготовки. Да, вот это большая белая акула. Соответственно, из признаков, которые были с наибольшим весом, определен плавник, по которым, кстати, их интерпретируют. Но обратите внимание, о чем я говорил в самом начале, про то, что он интерпретирует сначала по разным областям. Вот изображение, по которому также была интерпретирована белая акула. Одну секунду. Плохо видно, но тем не менее. То есть у него совершенно другие области интерпретации. Но если вы уберете этот признак, соответственно, вероятность того, что это белая акула, станет намного меньше. Говоря о примерах с текстом, я не буду запускать сейчас этот процесс. Он там немножко длительный, когда вот для отрисовки. Это модель Берт, которая, соответственно, определяет эмоции текста, но она определяет эти эмоции непосредственно через отзыв. Она была предобучена, модель маленькая, локально загружена, но она предобучена на определение отзывов по фильмам. Я сначала не понял, почему он не распознает фразы «мне плохо» и так далее. и всегда выдавал там позитивные результаты. И на самом деле надо было увеличить количество токенов, которые определяли бы состояние, и немножко конкретизировать контекст, добавив там слова «фильм», «кино» и прочее. Тогда она стала работать более-менее объективно. Но, еще раз говорю, модель, которая сейчас вот здесь, ее надо дообучать. То есть говоря об объективности, мы хотя бы примерно понимаем, по каким признакам она работает. То есть в глобальном виде и в примере организации это будет более весомо, нежели чем это локально на компьютере. Здесь, соответственно, яркий пример, когда я не совсем понял, по какой причине фраза отвратительно определена как позитивная, но тем не менее. То есть он очень реагирует на фразы «я», на личное отношение. То есть извинение, потраченного времени жаль, да, то есть он, к сожалению, определил их, соответственно, правильно, как негативный отзыв. Вот тут пример того, что он рекомендует, точнее не рекомендует фильм. Я приписал то, что сначала позитивный отзыв, по которому он рекомендует этот фильм. И в связке эта модель не очень хорошо работает, потому что рекоменд имеет очень большой вес в данном случае, и даже нот, который имеет, да, меньше веса, она не влияет на принятие решения, хотя в целом это из-за токенизации. То есть немножко подтюнить разбор токенов и потом дальнейшую обработку этих фраз, то в принципе можно получить весьма такой релевантный ответ. Вот также позитивное решение, да, я рекомендую комедийный жанр, фильм. То есть фильм тоже имеет вес довольно-таки большой в определении данного решения. Здесь он определяет как негативный отзыв, хотя текст написан абсолютно в позитивном ключе. И если мы уберем с вами, допустим, фразы такие, как встреча и мероприятие, вес будет абсолютно негативным, хотя текст вполне себе позитивный. То есть зачем нам это знать, зачем нам это понимать? Вы можете прекрасно понять, как это дообучить, по каким признакам стоит обратить внимание, либо к вам придут дата-сайентисты, скажут, вот результаты такие. Вы скажете, ага, коллеги, здесь надо дообучить или дотестировать этот момент. Так, в принципе, можно переключить обратно. Ага, спасибо. Так, и коллеги, спасибо большое за внимание. Так, вопросы. Пожалуйста. Здравствуйте, Дмитрий Финам. Вопрос, не является ли выкладывание подкапотной логики коммерческой тайной по отношению к конкурентам и рычагом для манипулирования результатами по отношению к клиентам? А никто не выложит? Нет, просто вот в случае с условным одобрением кредитной заявки я увижу, что по каким-то вторичным признакам, которые проверить, например, банк не может, мне отказали. И в следующий раз я скажу нет, у меня, например, нет машины, потому что для них это было важно. Она у меня как бы есть. Есть такие комитеты, как риск-комитеты в банке. Любое решение, которое получает пользователь относительно финансовых решений, оно одобряется там. Соответственно, если вам главное получить перечень этих признаков, а дальше уже информационная безопасность, комплайнс, риски, они уберут те параметры, которые вам не нужны. То есть вы можете обработать эти признаки и выдать просто текст. Вам отклонено, потому что вам рекомендуется увеличить уровень дохода на 30 тысяч рублей, условно говоря. Здесь вы никаких конфидентов, но не выдаете. Ваша задача правильно интерпретировать это для пользователя, но ни в коем случае не выдавать какого-то конфидента, который действительно могут использовать мошенники. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо большое за доклад. Хотел спросить, важен ли язык обучения машинного? То есть понятно, что все данные сейчас идут на английском. Возможно ли в будущем для наших целей типа переключение на русский? Или это не нужно? А если нужно, то как возможно? Отвечу. Ну, скажем так, стоимость важна. А поскольку стоимость важна, то и язык важен. То есть вы должны прекрасно понимать, что стоимость токена на латинице, она намного дешевле, чем стоимость токена на кириллице либо на другом ином языке. Но если вы планируете дообучить модель, вот вы взяли, допустим, Мистраль, либо, как коллеги, да, взяли, по-моему, Мистраль и дообучили ее, сделали Сайга, сейчас вот отечественное решение в области ЛЛМ, вы можете это продавать. Вот и все. Так же, как коллеги из Киргизии, по-моему, взяли Ламу и так же дообучили ее на киргизский, то вы представляете, какая стоимость у этого решения и как они могут ее эффективно продавать. При этом вы просто продаете, считаете тарификацию по токенам и просто получаете удовольствие, скажем так. Но это огромный труд. Привет. Я Тимур из Честного Знака. Меня интересует следующий момент. Как определить достаточность тестирования модели? А вот теперь к еще интересному моменту. Я вначале говорил, да, то, что мы интегрировались с нейронной сетью, с Яндекс.ГПТ, и тут как раз-таки встал вопрос, а когда останавливаться? Остановились мы, когда наш промт достиг тысячи токенов. То есть мы разработали карту рисков, через риски мы прописали определенные кейсы, минимизировав более… это не дает никакой ни малейшей гарантии. То есть если вы пытливый пользователь, то вы можете через час заставить писать нейронку вредные советы, просто потому что она забудет контекст беседы, с которым она с вами начинала. Поэтому такие вещи очень трудно внедряются в высокорисковых областях. Либо они идут сугубо там с дисклеймером, что мы не несем ответственности и так далее, но такие решения приходится иногда принимать и принимать, как я говорил, на риск-комитетах, потому что промт не может гарантировать стопроцентной ответственности, что вы не будете нести репутационные риски. Вопрос, когда останавливать тестирование, зависит от того, насколько вы готовы принять те или иные риски. Если вы понимаете, что, допустим, в области репутационных рисков здесь тестов вполне, тестов никогда не будет достаточно для нейронных сетей. То есть вы можете также в рамках объяснимого искусственного интеллекта разложить это все по дереву решений. Это огромный массив данных, которые вы в жизни не покроете. Это огромная вариативность. И, как говорится, полное покрытие, как один из признаков тестирования, и полностью все протестировать невозможно, как говорится. Поэтому, когда вы даже в обычном программном обеспечении проводите тестирование, вы в любом случае, даже если их не пишете, вы риски принимаете. Их принимает бизнес. В том состоянии, в котором продукт удовлетворяет не вас, как тестировщика, а бизнес. Если бизнесу этого достаточно, он скажет, да, достаточно, все, поехали. А что вы проверяли? Мы проверяли тестирование безопасности, чтобы он не исполнял какие-то скрипты. Мы проверяли его на этику, мы проверяли его на, скажем так, чтобы он не рекомендовал там всяких 1xbet и прочее, 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 вендоров, скажем так, ставок. Потому что, ну, для банка это неприемлемо. И не рекомендовал конкурентов в первую очередь. То, что это в промте, безусловно, есть. Порекомендуй банки, когда вы работаете условно в альфа банке, а он рекомендует вам Сбербанк на вопрос, какой банк самый лучший. Ну, это уже странно. Спасибо. Первый, часто слышу, что в ближайшем времени будет важно замена ручных тестировщиков на то, что как мы модель обучили и разметили, вот и все как бы эти вот вот к этому вся работа и и как бы сведется. Согласны вы с этим или нет? И второй вопрос про санкции и ситуацию, что у нас происходит в мире, по вашему мнению, возможно ли такой случай или сценарий, когда разные ответы на одни и те же запросы будут зависеть не только от случайности, но там от региона или от того как бы от пользователя кто-то будет этот вопрос задавать. Спасибо за вопрос. Так, отвечаю на первый вопрос. Нет, вы немножко там чуть-чуть, скажем так, тестировщиков совместили с методологами, с ассессорами, которые как раз таки размещают данные. Задача тестировщика не просто там сидеть, размечать, тестировщики это не делают, это отдельная область в Data Science и отдельные компании даже на этом строят свой бизнес, которые размечают данные, то есть у них есть штат сотрудников, которые там выделяют, условно говоря, котиков и собачек и подчеркивают, где у них ушки, где у них хвостик. Ну, просто это монотонный труд, который проще отдать на аутсорс. Задача тестирования в данном случае и просто понять, на каких данных это было подготовлено. То есть вы приходите, если это внутренняя разработка, еще раз подчеркну, вы приходите, говорите ребятам, слушайте, у нас продукт выходит, вот мы должны условно эмоцию пользователя считывать, да, по каким признакам она считывается, в этот вопрос должны задать и вы должны тестировать. Я ранее говорил на предыдущем, на предыдущей конференции, что тестирование в области искусственного интеллекта, оно ничем не отличается от обычного тестирования, просто это, ну, такой продукт, там есть такое решение, но тестирование никто не отменял. Вы не можете сказать, что мы не протестировали эту область, потому что там искусственный интеллект. Но это как-то странно. То есть вы должны в любом случае экспертизу свою перенести на эту область. Отвечаю на второй. На первый ответил? Отвечаю на второй. Что касается регионов. Сейчас в первую очередь, особенно в части там 44 ФЗ и все взаимодействие с вендорами, оно происходит исключительно с отечественным решением. И решения должны быть и базироваться сервера. То есть, если даже это облачное решение, вдруг облачное решение было пропущено в какую-то интерпрайз-компанию крупную, то это решение должно базироваться стойки. Именно стойки. И вычисличные мощности компании должны находиться на территории России. Соответственно, данные, на которых она обучается, они не должны никак пересекаться с зарубежными какими-то источниками. Соответственно, я понимаю там контекст вопроса. Да, это будет исключено. То есть, мы также это тестируем и также это проверяем. А, так, да, еще последний вопрос. Да, здравствуйте. Сергей из Бермаркета. Очень, мне достаточно необычное вступление. Понравилось, спасибо. Было бы прослушать. У меня такой вопрос, вот вы ранее сказали, что пишете как раз-таки какие-то с кейсы по всему этому процессу. И у меня такой вопрос, как у вас выглядит фактический результат в кейсах, потому что, как я понимаю, тут всегда будет разное абстрактное значение. и каждый тестировщик может интерпретировать его по-своему. То есть, он берет ответственность за то, как он закрывает какой-то прогон или как это, или есть какой-то определенный шаблон, где мы получаем какие-то статичные постоянные данные, чтобы проверить. Все довольно просто. Там, где сложно, надо делать проще. Мы имеем таблицу в конфлюенс, имеем перечень рисков и, соответственно, эволюционные изменения промта, которые через него проходят. промт должен срабатывать постоянно и должен не менять те значения, которых мы ждем. Да, там вариативность есть, то есть, он может перефразировать это, но конкретно не рекомендуй букмекеров, ты не рекомендуешь букмекеров, это то, что он должен выполнять постоянно. То есть, в любом ключе, как вы можете его запросить, да, тестировщик что делает? Там есть три, условно говоря, попытки, потому что бесконечно это тестировать, это невозможно. Люди в Google, вот человек из Google тестировал искусственный интеллект и сошел с ума. То есть, у нас нет столько тестировщиков, чтобы, ну, ими так жертвовать. Поэтому, да, мы эволюционируем просто по промт-инжирингу в этом плане и не более. Я не вижу пока, ну, чего-то более совершенного, чем промт-инжиринг, к сожалению. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо.